Портреты фронтовиков были найдены на этом самом месте. Людмила Сеитканова работает неподалеку уборщицей. И утром, выбрасывая мусор в контейнер, женщина опешила, увидев под ногами фотографии ветеранов. Я вообще не понимаю этих людей, кто это сделал. Это кощунство какое-то. И что интересно, что повторяется всё это. Я в прошлый год то же самое. Нашла бархатную коробочку, а там внутри лежал орден. На данный момент портреты Тамары Памятных и Мефодия Жежеля переданы в Каннское отделение бессмертного полка. Местные кураторы движения недоумевают, как фотографии оказались в мусоре. Чаще всего портреты фронтовиков на параде на 6 и 9 мая несут только родственники. Но чтобы родственники выбросили портреты своих фронтовиков в мусорку, мне кажется, это какой-то нелепый случай. И я очень надеюсь, что это произошло случайно. История о портретах фронтовиков была показана в эфире местного телеканала. После чего сразу же откликнулись родственники Мефодия Петровича Жежеля. Внучка его сестры Татьяна заверила нас. В Каннске с портретом фронтовика никто из родственников на парад не выходил. Честно говоря, я была в шоке. Не ожидала, что он сам уже давно уехал. И тут его на фотографии кто-то выкинул. Родственники просто не находили слов. Сегодня в нашем распоряжении оказались кадры с камеры видеонаблюдения, выходящие на мусорные контейнеры. Она зафиксировала мужчину, который, вероятнее всего, и выбросил портреты фронтовиков. На кадрах видно, как он среди бела дня, ничего не стесняясь, оставляет несколько коробок и уходит. Личность мужчины, к сожалению, пока установить не удалось. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова